Доброго дня, друзья! С вами команда Николая Сомсикова. Мы рады приветствовать всех подписчиков, а также гостей нашего канала. Сегодня у нас на обзоре дом расположен по адресу Краснодарский край, Услабинский район, Станица Некрасовская. Ниже в описании к этому ролику будет находиться подробная информация о доме, его стоимость, площадь дома, площадь земельного участка. Также телефон, по которому можете прозвонить, задать все вопросы, которые вас интересуют. Итак, начнем с подъезда. Здесь у нас гравийная дорожечка, вот асфальт за Камазом, за прицепом, вот он проходит асфальт. То есть фактически у вас асфальтированная улица, она туда, значит, центр приблизительно, сейчас скажу, 2,5-3 километра, не больше. То есть две автобусные остановки. Автобусы ходят в Услабинский, они проезжают по всей Станице через каждые полчаса. Последний автобус в Услабинск идет в полседьмого вечера, вот отсюда. То есть здесь вот асфальтированная дорога, вон я вижу школьники идут, школа, детский сад, все находятся вот там. Две автобусные остановки. Кроме того, есть автобусы, которые возят самих детей в школу. Чего вот сейчас два пацана идут, смотрю сюда пешком. Хозяйка говорит, что автобус возит детей в школу. По улице, вот он столбик, проведено оптоволокно, вот он ближайший столбик, тоже видим. То есть, пожалуйста, вы можете подключиться к оптоволокну, и у вас будет высокоскоростная связь, интернет. Вот забор такой, массивненький, видим, да, из металлопрофиля. Вот каких-то штучек, я даже не знаю, откуда они. Здесь у нас ворота, они откатные на роликах. А вот эти, получается, это ролеты электрические. Можно и двигателем открывать, электричеством, можно и вручную открыть. Сам дом, мы не знаем, точнее, я не знаю, я спрашивал у собственницы, она говорит, я не помню, какого он года. Дом кирпичный, чистый кирпич. Крыша у нас, получается, оцинковочка и шифер. Но вот тут еще во дворе, вот вы увидите, я покажу шифер, то есть они всю крышу будут перекрывать полностью. Это большой плюс для вас. Подъезды везде забетонированы. Здесь заасфальтированы, здесь забетонированы. Получается, вот соседи и там соседи. Еще раз хочется сказать, что до центра приблизительно 2,5 километра там расположено все. И больница, там расположена школа, детский сад, большинство магазинов. На подъездной территории места очень много. До дороги метров, наверное, 50-60, то есть, соответственно, никакая детонация, никакой шум вашему дому не грозит. Есть несколько плодовых деревьев, вот буквально 2 я насчитал. Вот здесь вот такие вот, такая красота из кустиков, цветочков и тому подобное. Границы. Вот он, по металлопрофилю, по забору видно, да, вот. Заканчивается, вот здесь где покрышки, где столбик. Вот, вот это левая граница. Правая граница, вот как раз откатные ворота, я вам показывал. Вот это правая граница. Водоснабжение в этот дом централизованное. И есть также насос. Я вам покажу напор без насоса довольно-таки хороший. Я представляю, а что будет, если включить насос. Вот. То есть, заехать вы можете с этой асфальтной дорожечки спокойно здесь поставить машину. Но места, вот, ребят, у вас огромное количество. Можете посадить деревья различные. Пусть они у вас тоже плодоносят, приносят вам пользу. Вот. То есть, места, ну, замечательно, много. На подъезд тут машин 5, 6, 7, 8, 9, 10 станет. Вот так вот я. Металлическая дверь у нас на входе. Вот. Все без всяких... Вот. Прям все идеальненько, без всяких люфтов, без ничего. Замечательно. Забор вот я показываю с этой стороны. У нас весь двор полностью заасфальтирован. Это большой плюс, потому что грязи здесь не будет. Ну, и не будет еще, потому что вот такой вот огромный навес свеженький, видно, металлический, такие здоровые, вон, видим, трубы здоровые. Навес полностью перекрывает весь двор, ребят. Это замечательно. То есть, у вас здесь не будет ни снега, ни дождя, ни каши никакой на полу. Вот. Здесь все так же забетонировано. Вот он, люк водоснабжения централизованное здесь находится. То есть, счетчик там, да, в этой яме? Да, да. Да, вот счетчик здесь находится и кран как раз. Чуть дальше я обойду дом, покажу с той стороны, вот куда ведет эта калиточка. По самому дому вы можете увидеть. Я вот перед этим мы ходили, хозяйка показывала мне все. Трещинок вообще нет. Может быть, это заслуга вот таких вот стяжек, которые принято сделать вот в этом районе, в Краснодарском крае. В некоторых поселках прям очень сильно распространено вот такие уголочки. Вот видите, да? И вот так вот, да, стянуты они, свалены, чтобы ни просадки, ничего дом не давал. Может быть, благодаря этому, вот внизу, вверху вы увидите, да? Я тут ни одной трещинки не увидел. Это замечательно. Это вот у нас телефон заходит в дом. Телефонный провод. Вот, то есть, даже с помощью телефона вы можете сейчас подключить интернет. Но я бы посоветовал вам оптоволокно. Тем более, что оно здесь идет. Вот, со столба сейчас взять. А, вот там столб. Вот он, столб там. Серый я вам показывал. Оттуда провести сюда интернет. Раз-два плюнуть. 100 мегабит. Это, конечно, большая скорость. Вот, вот они, эти ролеты. Вот, видим кнопушки. Закрыли, открыли. Вот, если вдруг нет электричества, можно это все механическим способом открыть. Здесь вот по навесу тянется виноград. Замечательно. Шпалерки такие сделаны. Вот. Здесь такой небольшой палисадничек. Розочки, цветочки, чтобы не только вкусно, но и красиво. Правда? Слева у нас, получается, летняя кухня. Это старое здание, в котором люди жили. Но сейчас вот как бы дом, когда построен, сейчас оно просто используется как складское помещение. Вот. Я так понимаю, что оно саманное, да? Да. Да, саманная кухня. Побелина, крыша шифер, фронтон деревянный. Вот. Есть водосток. Это тоже хорошо. Вот такой вот у нас дворик. Видим, отдельно дверка, то есть, чтобы отделить хоздвор от двора. Вот я вам покажу его. Ну, замечательно. Ну, дождь и снег вам точно здесь не грозят. Ну, пойдемте погуляем, посмотрим, что у нас есть на хоздворе. С дома, видим, выходит водичка сразу поливать огородик. Это тоже большой плюс. Слева, ну, давайте сразу покажу кухню. Сейчас я... Так. Заходим. Сейчас я включу немножечко свет. Извините за движение такие рывками. Так, полкухни летней. Значит, три комнатки. Первая комнатка – это семь с половиной квадратных метров. Вот потолок 2,30 здесь. Здесь есть газовая плита, видим. Вот, то есть, она сейчас отсоединена, но вы спокойно подсоединены, потому что все в проекте, как бы никаких проблем. Вот окошечко. Есть небольшие трещинки. Понятно, что здесь нужно будет сделать такой косметический ремонт. Вот. Вот что-то типа гардеробной. Полы у нас, получается, здесь забетонированы и уложен линолеум. Вот. Пойдемте во вторую комнатку. Сейчас я... Так, что тут у нас моргает? Так, свет, свет, свет вижу. Вот, хорошо. Так, вторая комнатка. Она у нас частично, получается, поклеены обои. Частично у нас замазан... Так, сейчас что-то у меня тут на батарею уже садятся. Частично стены замазаны и побелены, а частично поклеены обоями. Ну, там, где печка, вот обоев нет. Вот эта комната у нас 13 квадратных метров. Потолок также 2,30. Вот такие вот у нас потолки. Конечно, по-хорошему все выровнять. Закрыть гипсокартоном. Ну, просто высота здесь, конечно, поменьше. Полы у нас деревянные. Здесь у нас, вот, видим, печка-форсунка газовая. Вот такая вот у нас комната. На данный момент это жилье не используется. Просто оно здесь, как складское помещение. Вот и все. Все не нужно. Хозяева перегросили сюда. Вот. И еще одна комната. Она 12,5 квадратных метров. Сейчас посмотрю, где свет включается. Вот так вот отсюда. 12,5 квадратных метров. Вот. Тоже поклеены обои. Потолки замазаны, побелены. Полы у нас деревянные. Здесь вот ковровое покрытие. Вот деревянные показываю. Еще раз говорю, на данный момент просто как складское помещение. Окна везде деревянные. Все. 12, 13. И там, по-моему, 7 с копейками квадратов. Все. Здесь я вам показал. Пойдемте дальше. Пойдемте дальше. Дальше вот у нас сзади кухни есть вот такой навесик. То есть здесь можно, там, видим... А вот газ, получается, отсюда баллонный идет туда. Да, баллонный. Сюда, то есть, получается, с дома газ не проходит в летнюю кухню. Газ здесь баллонный. Вот такой вот навесик. Можно всякую всячину положить. Мангальчик. Ну и так далее. Вот. Вот такой закуточек у вас есть. Здесь летний душ. И дальше все, получается, загорождено. Вот. Сейчас мы посмотрим вот эту блочную постройку. Что она из себя представляет. Так. Здесь у нас гараж. Сейчас, конечно, вот видим, да, что перекрыто. То есть, получается, машина сюда уже проехать не сможет из-за навеса. Да, из-за труб, которые держат крышу. Поэтому эта комната, гараж сейчас используется просто как склад. Так скажу, 10 квадратных метров по площади. Вот, чтобы вы немножечко так были в курсе. Блочная построечка. Вот. Она как бы из двух отделений. Вот здесь как бы типа как гараж, но склад. Вот просто сарайчик. По-другому. Назовем сарайчик. 10 квадратных метров. Вот. Крыша как таковой. Ну, вот. Шифер лежит, да, но полностью ничего не перекрыто. Все свежо. И прохладно. Пойдемте дальше. Дальше у нас вот такие вот уточки. Здесь такое место. Вот как раз для них есть. Как не курятник, утятник получается уже. Да, называется. Вот. И место для их выгула. Здесь есть, можно и здесь вот хозяйка выпускает их. Вот еще раз по стене дома. Так, пройдемся, посмотрите, да. Трещин здесь нету. И это замечательно. Видимо, старый шифер. Сейчас крыша постепенно меняется. Вот. Это вот въезд для автомобиля. То есть, здесь можно сделать, например, вот здесь вот конкретно, то есть, подальше от вот этих двух окон, здесь можно сделать гараж, если что. Въезд есть вот частично, он даже забетонирован там. Здесь отмостка идет. По стенам, еще раз говорю, трещин нету. Я их не вижу. Крыша, напомню, оцинковка и шифер. Ну что, пойдемте дальше. Обойду уточек, чтобы не мешать им. Справа у нас находится сливная яма, септик. А слева, здесь уже, получается, проведен кран, именно для того, чтобы поливать водой огород и сад. Вот. Здесь вот так вот столик для отдыха, видимо, используется. Сидят. Яму последний раз хозяйка выкачивала пять лет назад. То есть, оттуда есть подъезд. Вот, заезжает машина вот сюда, и трубой они выкачивают. Пять лет назад, последний раз выкачивал, да и сам водитель машины, он говорит, смысл, ты меня позвала, то есть, у тебя все уходит. Просто, ну, как бы, может быть, хозяйка не знала, там, думает, что вот, уже больше половины, надо выкачивать. Он говорит, что можно и не выкачивать, то есть, у тебя все уходит. То есть, он спросил, когда последний раз выкачивали, и понял, что нет смысла выкачивать. Вот, здесь у нас еще одна комнатка. Сейчас я покажу ее. Так, это у нас кладовая. Так, сейчас я попробую. Вот, для баночек. Вот такая кладовая. Здесь у нас есть подвал. Понятно, что нужно будет, как бы, приложить усилия, чтобы сделать его, чтобы можно было бы им пользоваться. Он, получается, на длину всего, на площадь всего помещения. Я не могу опустить, тут просто паутину. У меня сейчас камера будет вся в паутине полностью. То есть, вот эта вся площадь, ориентировочно около 7 квадратных метров, под всей площадью у вас подвал. Замечательно. Лестницы, конечно, надо как-то вот туда, наоборот, ставить, а не так. Ну, пока вот я говорю то, что есть у вас. Крыша, конечно, своеобразная. Все надо поднимать, чтобы головой не стукнуться. Так, вот я вам показал кладовую. Сейчас закроют. Вот у нас уточки, они такие. Они могут сюда забрести. Так, ну, до конца не закрываю, а потом хозяйка закроет. Хорошо. Итак, сливная яма. И вот водичка, выходит кран. Вот он перекрывается на зиму. Вот такое вот у вас просторное место для птиц. Вот он, видимо, частично заменен шифер. Видимо, тот новый, который купили, уже будут все остальное заменять они. Окна металлопластиковые, забыл сказать. Вот он, наш душ был. Здесь, конечно, прям трещинка солидная. Сейчас я ее покажу. Ну да, все это, этот угол конкретно просаживается. Очень сильно. Все это надо замазывать и укреплять. Вот как теми уголками. Вот я и не знаю, получится стянуть или не получится. Так, давайте смотреть, что у нас по винограду. Виноград вкусный, но очень много косточек. Туалет. Туалет, туалет, туалет. Здесь туалет таким троном деревянный, аккуратненький. Ну, конечно, здесь просто, знаете, как паутину смести, просто влажной тряпкой пройтись, промыть все, и туалет будет действующий. Можно будет, не стесняясь, пользоваться. Вот он, наш, получается, сад и огород. Сейчас покажу. Значит, деревья. Какие здесь в основном деревья? Вот там я вижу фундук, черешня. Очень много черешни и яблони. Вот, есть абрикосовые деревья, вот они, например, вижу. Слива есть. Ну, в основном вот яблони, вот две вишни вижу. Вот она граница. С соседями вот я покажу по столбу. Вот она смородинка здесь, и вот по этому столбу идет граница. Сейчас выйду. Покажу сам участок. Вот он идет аж до посадки. Вот видите, посадочка, да? То есть земли здесь, ну, предостаточно много. Я скажу так, для городского жителя много. Вот, 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 вот. Вот это ваш будет сад. Вот, еще раз говорю, черешня, слива, абрикоса, инжир, яблоки. Сейчас обойду, покажу, там есть одни большие, здоровые. Вот, вот это ваша территория. Получается граница. Сейчас покажу правую границу. Вот по деревьям. Вот он, хрен, листья хрена. Вот так вот, вот это ваша граница будет. Вот это ваш участок. Вот так вот, сейчас панорамкой покажу. Довольно-таки большой. Ниже в описании к ролику обязательно укажем общую площадь земельного участка. Ну, пойдемте дальше. Так, вот, яблочки. Сейчас покажу, инжир проходим. Яблочки, вон, какие большие, здоровые, красивые. Здесь их так много, у вас прям переклетаются друг с дружкой. Черешня, вишня, ну, много. Вот эта старая черешня, ее уже надо срезать будет. Вот они, яблочки, еще раз покажу. Хорошо, пойдемте. Дальше, вот он, фундук, которым говорил поближе. Вот, виноградик. Пойдемте. Так, уточки. Ну, давайте, чтобы я вас не дергал, обойду вас стороной. Вот. Так, я забыл закрыть, сейчас закрою. Да, я забыл, видимо, прикрыть. Да, хорошо. Итак, подходим мы к дому. Вот такой вот, такие у меня ступенечки, крылечко вот такое. Прям все в плиточке, аккуратненько сделано. Молодцы. Есть розеточки на улице. Пожалуйста, можно будет подключать различные устройства. Ну, что, давайте зайдем в домик, посмотрим, что у нас здесь ждет. Вначале, вот она, металлическая дверь, вход, да. И вначале вот такая вот верандочка. Потолок идет, получается, на спуск вниз. Он обшит деревом. Пол у нас забетонированный и уложена плиточка. Значит, получается, веранда у нас 5,5 квадратных метров площадь. Стены поштукатурены, вот, и полбелены, покрашены, простите, покрашены. Вот, вот такая вот у нас комнатка. Сейчас покажу с этой стороны. Так, немножко свет включу. Тут есть, все время забываю просто. Сейчас ремонт делается, просто некоторых выключателей здесь нет. 5,6 квадратных метров, 2,4 высота по потолку, вот, посерединке я мерил. И здесь у нас окошко металлопластиковое, закрыто. Оно открывается. То есть, пожалуйста, можно проветрить эту комнату. Так, электрощетчик сейчас убрали. То есть, он не нужен, потому что на столбе уже есть электрощетчик. Так, заходим. Следующая комната, это у нас кухня. Кухня большая, 14,7 квадратных метров. Вот. Есть у нас окошечко, есть сплит-система. Вот. Сейчас я включу все. Вот так вот. Потолок у нас натяжной. Так, свет уже выключаем, он пока не нужен. Потолочек натяжной. Белый мат. Что у нас есть на кухне? У нас есть полы, забетонированные и уложена плиточка. Вот. Под столом у нас есть подвал. Сейчас вот доделается ручка, чтобы это все подымалось. И туда можно складывать все закруточки. У нас есть траковина. Сейчас я попробую включить воду, чтобы вы посмотрели. Еще раз говорю, это напор без насоса. То есть, если включить насос, будет еще быстрее. Вот. Хозяйка говорит, я использую насос, допустим, когда либо слабый напор, либо когда вот колоночка обогревательная включается, недостаточно напора. Вот она тогда его включает. Вот. Показываю сейчас газовая плита. Вот ящички. Вот. Вытяжки здесь нет, но место есть для того, чтобы сделать вытяжку спокойно. Окошечко, раковина. Вот различные шкафчики. И вот он у нас холодильник один. Холодильник номер два. То есть, место достаточно просторное. Кухня, она же и столовая. Вот. То есть, здесь как раз помещается столик, стулья. Вот. Когда заделается как раз вот дверка в подвал, вообще будет замечательно все смотреться. Напомню, 14,7 квадратных метров. Потолки 2,60. Потолок 2,60. Сейчас покажу с этой стороны. Вот так вот. Вот такая комнатка. Ну что, пойдемте дальше. Дальше надо включать свет. Это у нас как бы и котельная, и вот частично гардероб, рабочая одежда. Люк у нас есть на чердачное помещение. Потолки они сейчас делают. Что-то говорит, трубу убирали старую, да, и новые делали. Вот сейчас они будут это убирать тоже все. Делать ремонт. Полы забетонированы, положена плиточка. Котельная у нас 5,2 квадратных метра. Здесь расположен сам котел. А водонагревательная колоночка. Газовый счетчик. Есть распределительный бачок. Вот. Насос водяной. И вот так вентиляция, но я не вижу там. Есть там та вентиляция или забито все. Вот. 5,2 квадратных метра. Стены у нас побелены. Вот санузел. Здесь у нас деревянная дверь на входе. Сейчас посмотрим. Люфта нету. Хороший замочек. Значит, санузел. Давайте посмотрим, что у нас по нему. 5,9 квадратных метра. Потолки. Полы забетонированы. Также уложены плиточкой. И вся стена тоже, все стены тоже в плиточке. До потолка. Потолок у нас обложен пластиком. Обшит пластиком. Ну вот. Я вам показываю. Комнату отсюда. Здесь, видим, есть достаточно места для стиральной машины. Все коммуникации подведены. Радиатор отопления. Вот так вот аккуратненько сделан. Обшит плиточкой. Раковина. Унитаз. И большая ванна. Экран тоже сделан плиткой. Сейчас я немножечко в сторону делаю. Вот такая вот огромная большая ванна. Здесь также есть, видим, окошечко для того, чтобы проветривать эту комнату. Вот. Потолки 2,50. Здесь потолок. Простите, неправильно выражаюсь. Потолок. Плиточка получается вот такая коричневенькая и светло-бежевая. Ну, довольно-таки просторная комната. Сидеть здесь даже на унитазе будет удобно. То есть нельзя сказать, что все прям впритык и так далее. Такого здесь нет. Вот. Есть место свободное для ванны. Еще тут где-то вот до стенки больше метра. Вот такая деревянная дверка у нас. Вот. Идем дальше. Котельную я вам показал. Кухню я вам показал. Ну, добро пожаловать в жилую зону. Так, полы у нас везде по дому. А? Свет выключен. А, ничего страшного. Я включу. Полы у нас везде забетонированы. И здесь вот уложен линолеон. Включаю свет. Это у нас коридорчик. Здесь у нас справа глухое большое окошко. То есть света достаточно, несмотря на то, что навес есть. Стены у нас здесь поклеены обоями. Отшпаклеваны, поклеены обоями. Вот. И с этого коридорчика у нас есть вход в зал и в первую спальню. Значит, коридорчик у нас по площади 9 квадратных метров. Потолки 2,50. Потолок у нас натяжной. Белый мат. Вот. То есть фактически этот коридор хозяева приспособили под гардеробную и под такой вот ученический столик. Для того, чтобы ученик мог сидеть, учиться, уму-разуму. Тут места достаточно. 9 квадратных метров. Дальше проходим. Первая спальня. Сейчас я найду у нас выключатель. А! Все, ремонт. Тут сейчас хозяйка смеялась, что он снял. Сказал, сделаю, сын. И забыл повесить лампочку. Белый мат. Потолочек у нас. Значит, первая спальня у нас 6,4 квадратных метра. Есть окошечко на открывание. Линолеум у нас на полу. Вот такая кроватка помещается. Полочка, да, и шкаф здесь помещается. Стены у нас пошпаклеваны и покрашены. Такой вот кремовый цвет. Сейчас просто лампа у нее более синий цвет. У вас будет искажение по картиночке небольшое. Вот на самом деле он такого кремового цвета. Так, сейчас пройду, покажу отсюда. Вот. Вот такая комнатка. Еще раз напомню. 6,4 квадратных метра. Первая спальня 6,4 квадратных метра. Потолок 2,50. Вот такая комнатка. Дальше. Из коридора мы попадаем в зал. Зал просторный. Большой. 16,5 квадратных метров. На стенах у нас поклеены обои. Потолок натяжной, белый мат. У нас есть сплит-система. Два больших окошечка на открывание. Вот. Полы уложены также линолеумом. Все в один стиль. Сделано. 17, ну, 16,5. Ну, считайте, 17 квадратных метров приблизительно. Вот так вот. Такой вот большой диван, видим, да? Он раскладывается, как кровать. Здесь, как бы, и зал, и как спальню можно использовать. Вот они, шторы. У нас одно окошко выходит на улицу, другое во двор. Вот покажу эту комнату с этой стороны. Одно окошечко выходит во двор. Вот сплит-система наша. Вот такая комнатка. Ну, довольно-таки просторная для зала. Вот. И еще у нас есть одна спальня. Точнее, еще две комнатки, да, получается. Спальня и рабочий кабинет, да? Можно сделать, допустим, из него гардеробную. Тогда получится спальня и гардеробная. Значит, рабочий кабинет 6,6 квадратных метров. Тут помещается вот такой вот шкафчик приятненький, аккуратненький. Вот. Окошечко у нас тоже открывается на два положения. Столик компьютерный, с компьютером. То есть посидеть здесь, поработать, позаниматься, пожалуйста. Вот такие вот косметический столик. Сидеть, пощипать бровки, реснички. Покрасить, пожалуйста. У вас места достаточно. И вот она сама спальня. Спальня у нас, как и рабочий кабинет, стены у нас пошпаклеваны и покрашены. А потолки натяжные. И тут, и тут. Сейчас я включу цвет. Вот такой вот яркий. Значит, получается, спальня у нас 8,5 квадратных метров. Спокойно видим, да, места еще достаточно от кровати до стены. Там чуть поменьше, сантиметров 30. Ну, кровать довольно-таки большая. Покажу эту комнату отсюда. Потолок белый мат. Здесь тоже окошечко на открывание. Тоже большое, где-то больше метра. Сейчас это гляну. Заклеено от солнца просто. Ну, больше метра точно. Вот. Показываю комнатку. Вот все комнаты, которые есть в этом доме. То есть, получается, что здесь дом идеально подойдет для семьи и из родителей. Ну, и один, максимум два ребенка. Вот так вот. Ну, что, друзья, посмотрели мы с вами дом. В целом, конечно, хороший вариант. Мне понравился. Достаточно комнат для семьи из родителей и детей нескольких. Видим, очень аккуратно все сделано. Что около двора, что внутри двора. Все заасфальтировано. Навесик, чтобы не капало, не снижило и тому подобное. Вот. Даже вот перед въездом, да, есть такой вот навес. Электрические ролеты. Вот. Здесь двери откатные. Еще раз говорю, рядышком. Вот автобусные остановки. Пожалуйста, через каждые полчаса автобус идет по самой станице и уходит в Усть-Лабинск. И через каждые полчаса возвращается. До семи вечера, пожалуйста, вы можете ехать, поехать там, купить все, что вам нужно. С шести утра рейсы начинаются. И приехать домой обратно. Про центр я вам говорил. Это приблизительно около двух с половиной километров. Две автобусные остановки. Вот по этой асфальтированной дорожке. В доме есть все коммуникации. Свет, газ, вода. И вот прямо, вот они, столбы родимые. Это оптоволокно. То есть подключитесь, пожалуйста, на здоровье. Высокоскоростной интернет у вас будет. Очень ухоженно все. Видим, да, подъезды все заасфальтированные, забетонированные. Замечательно. Здесь можно построить чуть дальше гаражик. И будет у вас место для машины. Бывший гараж сейчас не досягаем, потому что построен навес. И трубы как бы не позволят машине въехать туда. Сейчас используется как сарай. Кроме того, есть старенькое помещение, которое тоже можно отремонтировать. Там три комнатки. Две жилые, там по 12-13, одна как бы прихожая получается. Газ тоже там, плитку можно подсоединить. Это как летняя кухня или бывшее жилье. Я не знаю, как его охарактеризовать. То есть у вас получается два жилья на одном участке. На самом деле, там если просто сделать ремонтик, то пожалуйста, как жилые комнаты могут там быть. Газ-форсунка в старом жилье. Есть много плодовых деревьев. Большой огород, большой сад. То есть достаточно много деревьев. Разные есть и черешня, яблоня, вишня, инжир. Что там еще я видел? Я уже не помню. А, абрикосы видел, орех видел, фундук видел. То есть там достаточно много плодовых деревьев. Это тоже большой плюс. Кроме того, у вас есть место вот здесь вот тоже высадить деревья. Это тоже будет для вас прибавка к урожаю. Что еще можно сказать? Везде в доме сделан, во всех комнатах сделан ремонт. Он до сих пор продолжается. Крышу тоже собираются перекрывать. Кстати, забыл упомянуть. Вот. Полы все забетонированы. Уложен линолеум. Потолочки все натяжные. Белый мат. По коммуналке, хозяйка сказала, где-то около трех тысяч уходит в самое холодное время. Вот. Ванну вы видели в хорошем состоянии. Все в плиточке аккуратненько. Да, котельную можно отделать потом. Там, как захотите. Можно просто, да, поштукатурить, пошпаклевать и также покрасить. Вот. Захотите обои поклеить, можно обои поклеить в комнатах. Там уже по вашему желанию. По состоянию сейчас можно зайти и жить в этом доме. Вот. Что еще могу сказать? Могу сказать про насос, который качает воду. То есть и без насоса напор достаточно хороший. Можно себе представить, когда он включится, какой будет сильный напор. Это тоже большой плюс. Есть место, видели, да, там для утей. Вот. Место для выгула. То есть пространства достаточно. Несколько хозпостроечек есть. Ну, гараж сейчас, еще раз говорю, он используется, как... Извините, мошкара тут лезет. Под склад есть погреб отдельно. А в самом доме есть подвал. Вот. Там крышечку сделать, ручку приделать. То есть сейчас все постепенно, они еще доделают этот ремонт. Поэтому все в процессе ремонта. Ну, практически вот 90% работ сделано. Это хорошо. Окна везде металлопластиковые. На два открывания. Вот там пару глухих окон на весь дом. В основном все окна открываются. Есть большой зал. Есть одна спальня с рабочим кабинетом. Есть вторая спальня. Большая кухня. Практически 17 квадратных метров. Это тоже больший плюс этого дома. Вот практически все я вам рассказал. Если будут какие-то вопросы, звоните. Спрашивайте, задавайте. Вам с радостью на них ответят. На этом наш обзор подошел к концу. Пожалуйста, оставляйте свои комментарии. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. Нам будет очень приятно. До новых встреч. До свидания.